И в завершение выпуска в столице региона состоялось главное музыкальное событие года. Во Дворце культуры Арктика вновь прозвучали «Добрые песни о главном». Как всегда, на сцену для зрителей вышли в основном непрофессиональные артисты. Это общественные деятели, представители органов власти, журналисты и не только. Причем количество участников стало рекордным за время существования проекта, как и сумма собранных средств – до более 800 тысяч рублей. Ведь напомню, что концерт благотворительный. На первом из них побывал и мой коллега Иван Кутенников. Даже в последние минуты перед выходом на сцену участники концерта не перестают репетировать. Вот коллектив ТВ-бенд. В очередной раз в мельчайших подробностях обсуждают свой номер. Поступать им предстоит в самом начале. Если для ребят это уже не первые «Добрые песни о главном», то для единственной девушки в команде номер станет дебютным. Мне кажется, ребятам, наверное, проще в этом плане. Меня, конечно, немножко колотят, потому что они уже выходили на эту сцену. Вот именно в этом проекте не раз, да? Третий раз вы участвуете. Третий раз участвую я, а не второй. Окей. Ну, в общем, волнительный, конечно, и очень переживаешь. Несмотря на то, что это благотворительный концерт, и здесь никто не должен смотреть на вокал, но все равно какие-то переживания есть. Мы сами себе хореографы. Даже если с нами работали люди, профессионалы, но мы все равно сами хотим как-то для себя. Мы же друг друга больше знаем. И попробуем сделать все на ура. А вот Светлана Третьякова буквально излучает спокойствие. Для нее это уже третий концерт. Дело привычное. Тем более сейчас ей предстоит участвовать в коллективном выступлении. В нашем номере шесть человек, поэтому на самом деле большого волнения нет. Очень хочется, чтобы концерт понравился зрителям. Когда солируешь, да, тогда очень волнительно. Как-то было в прошлом году, когда я пела одна. Конечно, было волнительно. И в первый раз, когда я тоже выходила, это было волнительно, хотя мы пели в дуэте с Ильей Чепровым. Ну, а вот я говорю, что в этом году уже как-то, уже более спокойнее. Баз, золотые купола! Вы что, не гоняли кузовикам, а гала? Да! Как всегда, организаторы подобрали для участников самый разнообразный репертуар. Главной тематикой концертов в этом году стали так называемые мышапы. То есть песни состоят как минимум из двух музыкальных произведений. Но в некоторых номерах их гораздо больше. Извини, что снова далеко я... Яркий пример – дебютное выступление Жанны Самоходкина и Екатерины Спива, к которым ассистировали профессиональные вокалисты. Несмотря на волнение, девушки справились. Да и публике такой музыкальный калейдоскоп явно пришелся по вкусу. Зал просто супер воспринял. Большое спасибо зрителям. Поддерживали. Ну, очень волновалась, конечно. Боялась забыть слова, если честно. Все понравилось. Самые замечательные впечатления. Я вообще очень волновалась. Первый раз, первый раз. Вообще коленки тряслись, голос дрожал. Вообще залу спасибо огромное. Только из-за зала в этом пришлось... Ну, точнее, получилось расслабиться. И все уже получало. Просто кайф уже вот на самом... В конце это был просто кайф. Понравилось очень, реально. Это впечатление непередаваемое. Ты не правда спеши, твоя правда. Ведь ты не так сильно уверенна. Потому что так часто правда, что сама вот все это поведено надо. Одним из самых запоминающихся дуэтов вечера стало выступление Антона Пустовалова и Екатерины Дементьевой. Они исполнили современную версию песни «Миллион алых роз». Возможно, уверенный речитатив заместителя руководителя регионального департамента образования, культуры и спорта и стал для многих откровением, но на самом деле в этом нет ничего удивительного. По словам Антона Пустовалова, он уже давно пишет собственные стихи, и даже целые песни. Сложно все равно стоять на сцене. Это такой очень большой, наверное, труд артистов смотреть на людей, когда тебя видят, когда ты сразу... У тебя в голове возникает очень много мыслей, как тебя оценивают, что-то ты делаешь не так, как ты двигаешься, не хочешь всегда выглядеть как-то глупо на сцене. Музыкальных сюрпризов было действительно в избытке, в том числе и под конец концерта, когда зал по-настоящему зажгли Анатолий Курленко, Максим Арбузов, Николай Адаменко и Романосов. Они исполнили хит группы «Звери районы кварталы». Банданы, кожаные куртки и мощная энергетика – все это позволило участникам показать по-настоящему драйвовый номер. Мне кажется, очень здорово, супер все было. Ну, как минимум, все прошло, как на последнем прогоне. Лучше, лучше. Ну, даже лучше. И спасибо большое зрителям. Это просто чувствуется, когда вот отдача идет, это оттуда идет, и обратно хочется дать еще больше. Ну, да, то есть зал теплый, теплый. Я не профессионал в наступлениях на сцене, но чувствуется, что дружелюбно настроился. И вот участники концерта вышли на исполнение финальной песни. Впрочем, на этом праздник не заканчивается. Уже по традиции «Добрые песни о главном» проходят два дня подряд. Поэтому насладиться всеми этими замечательными мышапами зрители смогут еще и завтра. Концерт длился чуть больше часа, но за это время он вряд ли кого-то оставил равнодушным. Артиста на эмоциях, публика в восторге. Мне очень понравилось. Изумительно, восхитительно, такой настрой. Позитивный. Вообще, позитив. И какие-то номера можете выделить больше других, что больше всего понравилось. В каждом номере была изюминка, и все номера отличные. Очень замечательно. Молодцы все и организаторы, и кто выступал. Тематика в этом году вот такая новая. Понравилась вам? Да, понравилась очень. Я говорю, современная была музыка, современные песни. Очень понравилась. Вот эта тематика новая мышапов, она выигрышная, а да, по сравнению может быть с другим. Зашла отлично. И, судя по реакции зала, всем очень понравилась. Иван Кучеников, Вадим Стасюк, Телеканал Север.